Всем привет! С вами Кристи Сад. Относительно недавно я ставила эксперимент по укоренению фуксии в разных субстратах и в присутствии ионидного субстрата, и в условиях его отсутствия. Я выбрала следующие субстраты. Первый вариант. Грунт. Посмотрите, корневая система в грунте, какая у фуксии. Чистый грунт просто. Грунт плюс цион. В принципе, для черенка нет разницы в грунте или в грунте плюс цион. То есть, что здесь, что здесь. Вот такой вот двойной побег. Второй вариант. Вермикулит. Вот так выглядит корневая система в красном вермикулите. В целом неплохо. Вот такой вот побег. Второй вариант. Вермикулит плюс цион. Корневая система тоже великолепная, но уже надземная часть гораздо лучше развита. Так, следующие варианты это перлит. Чистый перлит. Кстати говоря, в чистом перлите, вот они вот корешки, самые ранние, самые первые корешки появились в чистом перлите и в грунте. Сейчас уже понятно, шансы сравнялись. Корешки есть везде, только степень развитости их разная. В перлите с ционом растение явно выигрывает. Выглядит гораздо лучше, чем просто в перлите. И еще один вариант, это смесь субстратов. Значит, смесь субстратов без циона и с ционом. Вот такие вот варианты. Очевидно, что все-таки присутствие ионитного субстрата благоприятно влияет на развитие растения. Некоторые даже у меня вот цвели, вот видите, от бутончика тут остался бубенец. Это вот как раз таки вермикулит плюс цион. Результат налицо, и выводы напрашиваются сами, собой. То есть черенки в присутствии циона выглядят гораздо развитее, чем черенки в условиях его отсутствия. Мне хотелось проверить теорию. Правда ли, что для ускорения процессов укоренения черенков питание не требуется? И наоборот, даже среда должна быть обедненная по питанию. И в таком случае корешки пустятся гораздо быстрее. Это утверждение, я считаю, что все-таки является заблуждением. Потому что, да, в первую очередь у меня появились корешки в обычном грунте и в перлите. Но в принципе фуксия дает хорошо корешки и в воде. Но дальнейшее развитие, то есть тут у меня, допустим, немного не хватило времени, чтобы не сразу я обратила внимание на то, что мои черенки, например, опустили корешки. И вот дальнейшее развитие, вот, например, в грунте понятно растет. В грунте плюс цион тоже великолепно растет. А дальше мы видим, что в субстратах растения чувствуют недостаток по питанию. Ну, что как бы понятно. Вот. И, значит, если мы выращиваем все-таки субстрат плюс, какой-то субстрат плюс цион, то растения спокойно могут развиваться в таких условиях без грунта. Еще раз хочу показать вам. Значит, вот здесь вот у меня разные субстраты, в которых я укореняла. Фуксию плюс цион. Здесь у меня отсутствие циона. Вот, посмотрите. Результат виден сам собой. Результат налицо.